Ольга, ну вот Русь сидящая, ваш ресурс, это, конечно, тоже нас возвращает к этой теме. Тихон говорит, что в Крым поехать все равно, что на Колыму сейчас, что сослали его просто вот туда, в Крым, поработать, поруководить и построить церковное сообщество. Как это стоит воспринимать? Вообще, что стоит за этим перемещением? Вот в общих чертах первая такая оценка от вас. Вообще любопытно, поскольку Крым Колымой воспринимается не только Тихоном Шевконовым, дыховником Путина. То, что сейчас происходит в Крыму, мне действительно напоминает Колыму 37-го года. Потому что вот мы занимаемся похищенными херсонскими заключенными. Здесь половина тысячи человек были в ноябре прошлого года именно похищенные и увезены зачем-то в Россию. Мы думали, что это будет какая-то насильственная вербовка. Но тогда как раз произошел конфликт между Пригожиным и Шойгу. Их оставили в покое. И сейчас их потихонечку выпускают, вы знаете, через Верхний Ларс и через Колотиловку в Белгородской области у тех, у кого кончаются сроки. Но дело в том, что перед тем, как кого-то выпустить, ну это характерно еще вообще для обменов, например, военнопленных. Но сейчас это мы видим на крымских заключенных, на заключенных херсонских. Их отвозят в Крым. Их отвозят в Крым. И если, ну более или менее, все-таки было какое-то нормальное содержание на юге России, то в Крыму вот началась вот эта самая колыма. Избиение, издевательство. Это происходит в Крыму. Заключенные не сдаются. Вот только что недавно был обменен, вывезен из России заключенный по имени Миша. Он каждый день заходил в столовое учреждение К-2 под Керчью и говорил каждый день «Слава Украине». Его били. На следующий день он заходил и говорил «Слава Украине». Все повторялось несколько месяцев. Вот он сейчас вернулся в Украину. Он, конечно, очень сильно пострадал, но он жив. И да, действительно, то, что происходит в СИЗО Симферополя, то, что происходит с военными пленами, то, что мы знаем, в Крыму. Вот почему-то Крым стал для украинцев, похищенных, пленных, обвиненных в терроризме, политических, почему-то стал самым страшным местом. Вот физически самым страшным, таких издевательств на территории России, ну, конечно, есть, плохо относятся, конечно, к украинцам. Но вот чтобы так, вот Крым имеет репутацию сейчас среди правозащитников самого страшного места. Ну и плюс ко всему, конечно, присутствие адвокатов. Был в пятницу арестован, собственно, последний независимый крымский адвокат, который оказывал помощь украинским военнопленным и политзаключенным. Ольга, вот информация тоже новая. Али Малиев об этом говорит, правозащитник, что за 9,5 лет более 5000 нарушений прав человека на территории Крымского полуострова было зафиксировано. И, в общем-то, что около 70 тысяч человек покинули полуостров после 2014 года, около 700 тысяч россиян приехали. И, ну, то есть по масштабу нарушений прав человека это тоже такая очень-очень-очень горячая точка. И среди тех, кто оказывается жертвами вот этих преступлений, в первую очередь это крымские татары. Да. Это так. И, собственно, адвокат Лазин, который был арестован в пятницу, он занимался как раз крымскими татарами, их защитой. И крымские татары сейчас составляют среди заключенных, политзаключенных в России, я бы сказала, третью часть. Потому что по-прежнему, по-прежнему лидируют, вы будете уделены, но по-прежнему это свидетели Яговы. Это по-прежнему арестовывают везде в России свидетели Яговы. Непонятно, почему это происходит. Дальше Хизбут, Тахриры и крымские татары. И вот, на самом деле, антивоенных активистов пока все-таки тем не менее меньшинство, несмотря на то, что каждый день происходят аресты. Но это связано с тем, что довольно долго длится, длятся суды. И еще мало у кого вступил даже приговор в законную силу. И прибавится в ближайшее время, конечно, их число. Но пока, тем не менее, большинство это именно политзаключенных, это именно узеньки совести. И люди, которые не отказываются ни от своих корней, ни от своих убеждений, прежде всего религиозных убеждений. И крымские татары составляют очень большую часть. Очень опасно быть сейчас крымским татаром. Татарин. Действительно, Крымский полуостров стал для России Колымой. И здесь Тихон Шевкунов, у меня такое ощущение, что он проговорился. Может быть, он не то имел в виду, но это действительно пыточное место. Если отправляют сейчас в Крым политического, или военно-пленного, или похищенного, это не к добру. Ольга, а вот сам Тихон Шевкунов, он какую миссию должен выполнить на Крымском полуострове? Это какой-то просто символический шаг? Для Путина это такой талисман, но все-таки духовник, все-таки действительно человек, знакомый с высшим руководством, с какими-то элитными семьями российскими? Или он должен исполнить какую-то конкретную работу, то есть что-то внедрить через церковь, или контролировать, или собирать информацию? Такое ощущение, что он такой спецпредставитель Путина, потому что, конечно, дела в Крыму сейчас для Путина обстоят не очень хорошо. Несмотря на то, что он сделал из Крыма такой большой лагерь, большую колонию, вряд ли это так радует, собственно, непосредственно жителей Крыма. У меня было ощущение в свое время, что Путин пытается делать из Крыма Калининград, Кёнигсберг, то есть отправить местных жителей по какому-то коридору, вот тем, кому не хочется оставаться страной советской властью, местное население, и заселить разнообразными спецслужбистами, ну, вплоть до, вот, пожалуйста, вплоть до каких-нибудь монахов русской православной церкви. Вы сказали, 700 тысяч приехало в Крым за год оккупации, я видела данные до 2 миллионов, если учесть, что это и военные, и их семьи, и домочадцами, ну, то есть, да, это очень серьезная перезагрузка крымского населения, где все-таки, согласитесь, еще совсем недавно были и крымские татары, и греки, и евреи, и украинцы, и русские. Это все было перемешано, и население никогда не думало, собственно, о том, какой и кто национальности. Сейчас это все по-другому, это очень напоминает зачистку, но такую зачистку теперь люди, которые купили в Крыму дома, квартиры, или отобрали их, в общем-то, бегут, потому что Крым, это, естественно, арена сейчас партизанских действий, и партизанская война в Крыму не прекращалась, сейчас обострилась, и, конечно, мы все уверены, что Крым будет, и, конечно, возвращен в Украине, и, возможно, там будут боевые действия, в конце концов, кто-то контролирует перекоп, Крым всегда контролирует Крым, Крым всегда сдается-то особо-то без боя, перекоп, перекоп. И люди пытаются сейчас уже каким-то образом реализовать свое мущество, уехать, мы видим прекрасно, что не было туризма летом, не было ничего, то есть был вот этот сумасшедший, после подрыва Керченского моста были сумасшедшие, которые уезжали через Мариуполь, через часть оккупированной уже по суше и делились впечатлениями, мы всегда смотрели как на цирк какой-то, да, как на страшный цирк на войне. Сейчас этого нет, сейчас этого нет, и Крым, я бы сказала, живет жизнью полуострова с плохой пыточной репутацией. Я напомню, кстати говоря, что два психонерологических диспансера, которые тоже были украдены оккупантами зачем-то, да, из Черцовской области, их тоже дальше Крыму не повезли, а не в Крыму. Вот тут я уточню цифру по данным у статистики украинской, на 1 января 2014 года в Крыму население вообще насчитывало чуть меньше 2 миллионов, миллион 967 тысяч людей, то есть цифры, о которых вы говорите, действительно огромные, и даже 700 тысяч, это действительно огромное число для такой вот замены. Это фактически, ну, треть или даже она имеет тенденцию к половине населения Крыма. Это я просто для понимания, для фиксации у наших зрителей, когда будет стоять вопрос о том, что какое-то политическое решение может быть принято, выборы должны проводиться в Крыму. Надо понимать, что вот люди, которые там живут, фактически находятся сегодня. Это тоже в большинстве своем не граждане Украины, и определенный политический процесс, процесс, ну, реинтеграции, процесс работы, объяснения и, ну, уже жизни в таком информационном поле украинском, он должен быть довольно долгим для того, чтобы можно было говорить о каком-то голосовании потом. Но все-таки это слишком будущее, давайте мы к нынешнему дню вернемся, и нынешний день это, с одной стороны, вот довольно динамическое такое развитие событий в Крыму, когда удары по установкам ППО российским, удары по штабу, множество вот этих взрывов и атак по каким-то военным объектам. Об этом представитель управления разведывательного Минобороны Украины говорит Андрей Юсов. И вот в это же время отправляют туда одного из доверенных священников. У меня складывается впечатление, что это какой-то такой вот талисман. Путин вообще склонен к определенной мистификации. И то есть, когда плохо, надо попробовать усилить, замолить или как-то вот дать какой-то такой сигнал, что вот если человек там, плохого не произойдет. Вы с этим согласитесь или нет? Ну, знаете, Тихон Шевкунов, он чем-то похож, что-то среднее между кардиналом Ришелье и Распутиным. То есть, он очень близкий к Путину человек, который, безусловно, влияет на его мозг. Тут не наоборот. Тут именно так. Тихон Шевкунов влияет на мозг Путина. Там не взаимное опыление. Да, он духовник, он влиятельный, он очень близок по своему мировоззрению к Дугину. То есть, он такой, мягко говоря, консерватор, а вообще-то, конечно, такой ястреб и фанат русского мира. Ну, то есть, максимально далек от, собственно, священничества, естественно. И он, конечно, он и талисман, он и передовой отряд Путина. Ну, как если бы, я не знаю, если бы Ришелье был бы Людовиком послан, условно говоря, в Англию, то понятно, что не обычным посланником, а едва ли не претендентом на вице-губернаторство. И то, что он будет влиятельнее Аксенова, влиятельнее Развожаева, местных крымских чиновников, это очевидно. То есть, он такой для укрепления путинской власти, для укрепления путинской идеологии. И совершенно понятно, что если его туда отправили, для укрепления идеологии, значит, есть повод пошатнуться этой идеологии. Потому что мы с вами говорим о том, сколько людей приехало, других людей, новых людей в Крым, которые там никогда не жили, которые заняли чужие дома, построили какие-то еще дома, понакупили еще дома. То есть, от 700 тысяч, как минимум, до 2 миллионов. Много приехало новых людей. Это действительно такое замещение населения произошло. Несмотря на продолжающее сопротивление, вот крымский художник Богдан Заза, недавно совсем ему в конце сентября утвердили страшный приговор, 15 лет. Он сопротивлялся и просто закрашивал граффити с этого. То есть, сопротивление по-прежнему в Крыму местное, это идиот. Это, конечно, сопротивление Олега Сенцова, но оно продолжается. И это означает, что он послан на укрепление. Что-то там в этом царстве пошло. А вот укрепление все-таки рабочее или, может быть, что-то такое символическое? Мы не единожды видели, что Путин обращает особое внимание на даты. Вот символика связи с какими-то историческими моментами для него важна. Какие-то особые обряды, в том числе и богослужения. Но, честно говоря, это больше на какие-то оккультные вещи, наверное, походило. Не говорим уже о том, для чего Путин куда-то в тайгу ездил. О чем говорят, конечно, это неофициальная информация. Но вот сейчас, когда появляется такой человек, это попытка вернуть удачу. Ведь олигархи, ведь элита российская терпит, приемлет Путина. Потому что удачливый, потому что удавалось ему до сих пор как-то держать курс так, чтобы это выходило и в прибыль им, и сходило с рук то, что он делал. Вот теперь есть в этом какой-то такой момент, не знаю, удержать удачу. Вот он мой талисман. Конечно, конечно. Здесь и талисман. Мы помним, как Путин боролся, и, собственно, продолжает бороться, например, с шаманом Габышева. Он в это верит. Он в это верит. Шаман Габышев до сих пор сидит в психиатрической больнице в очень тяжелых условиях. А совершенно другой шаман, не имеющий никакого отношения, да, скачет по Красной площади и зигует. Для него очень важно имя, для него очень важно место. Он, конечно, человек, уже устали его сравнивать с Гитлером, конечно. Это уже как-то... Но и тот, и другой диктаторы были очень близки к эзотерике. Им это было важно. И Путин, безусловно, он не называет... Вы знаете, он как древние язычники, действительно, он не называет медведя, если не хочет его вызвать. И говорит, откуда, собственно, слово медведь, тот, кто ведает медом. Лишь бы не называть этого зверя по его настоящему имени. Не называть, не говорить слово Навальный, не говорить слово война и так далее. Если ты это не называешь, то этого нет. Но Крым все-таки особое место. Там крещение Владимира, Херсонес. Вот эти все вещи, на которых тоже акцентировали уже раньше внимание. Это символика и один из приближенных священнослужителей, который отправляется туда в ссылку. Как бы, но вот на места святынь. Ну, да, он не то чтобы самый... Он самый приближенный. Он самый главный. То есть, он дает туда, дает туда в Крым, который он очень боится потерять. А мы сейчас это видим. Во-первых, есть повод от бояться. Да, есть повод. Во-вторых, ну, он не хотел бы отпускать Тихона от себя настолько далеко. Но Крым слишком важен для Путина. Здесь действительно он отдает... Он шеи со своей снимает ладанку, да, и передает это в Крым. Ему кажется, что вот так, вот так, Шевкунов. Ну, что же. Я думаю, что Путин имеет в виду, что он отдает действительно свой символ, свою ладанку в Крым. А я думаю, что на самом деле он приобретает очень большую проблему. Потому что в одной берлоге три таких масштабных интригана, как Шевкунов, Аксенов, Развожаев, могут и не поместиться. Я думаю, сейчас там начнутся совсем другие интриги, совсем не священного свойства. А вот это уже становится очень интересно.